Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». Тема нашей очередной передачи является довольно острой и в то же время весьма актуальной для каждого родителя. Ведь самое дорогое, что у нас есть, это, конечно же, наши дети, их душевное и физическое здоровье, их результаты и достижения. Сегодня мы разберем сопутствующие обстоятельства, выявление которых позволит, скажем, если не исключить, то максимально снизить риски, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в употребление наркотических средств, а также поговорим о предусмотренной законом ответственности. Проблема участия несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков. Тема нашего сегодняшнего разговора. Я представляю гостей в студии. Александр Игоревич Бахчев, заместитель прокурора Самарского района города Самары, советник юстиции. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Ну что же, тема у нас выбрана действительно актуальная и очень серьезная. И спасибо, что в нашей программе мы сегодня решили к ней обратиться. Так вот, я хочу первый вопрос вам задать такой. Какая в целом динамика наркотизации населения преобладает на ведомственной вам территории, на территории Самарской области? Вы очень верно подметили то, что ситуация в плане наркотизации населения действительно является весьма актуальной и довольно пугающей. Хочу обратить внимание, что она затрагивает на самом деле гораздо более широкий слой людей, чем они того предполагают, поскольку раннее выявление, к сожалению, является редкостью. Как правило, человек сталкивается с проблемой, которая уже постучалась к ним в дверь. Ну, хочу обратить внимание, что наркотик не выбирает по признаку финансового благополучия, он не выбирает статусы социальной, семей, учебные заведения и другие ориентиры. Затрагивает самый широкий слой общества. Конечно, на сегодняшний день мы отталкиваемся от официальной статистики, которая, ну, с вашего позволения скажу, коснулась наиболее запущенных стадий. То есть это факты доставления в госпитале, в учреждения Министерства здравоохранения лиц с фактически признаками отравления наркотическими. Интоксикацией, да? Интоксикацией. Передозировкой, если так говорится в народе. Передозировкой, да, все правильно. Ну, вот приведу лишь такой пример. Скажем, если мы берем 10 месяцев 2022 года, то по сравнению с прошлым годом в настоящее время рост составил порядка 33%. Это серьезные цифры прироста. Конечно, с 270 человек до 370 фактически мы имеем. К сожалению, среди них... Это только выявленные случаи, да? Это только выявленные. К сожалению, среди этого числа кроются и несовершеннолетние потребители. Хотелось бы сразу обратить внимание, что имеются и летальные исходы. Болезнь не выбирает по признаку возрастной группы. И, к сожалению, беспощадно каждому. Хотелось бы сказать, что приведенная динамика, она не отражает, наверное, полноту картины. Поскольку фиксируется уже исходя из доставления. То есть попадает в поле зрения как учреждения Министерства здравоохранения, так и правоохранительных органов. И на этом выстраивается. То есть, если копнуть глужу, учитывая скрытое течение, то она обстоит значительно шире. Вы сейчас привели в общем картину по Самарской области. Но хочется спросить, как дела обстоят в вашем Самарском районе. Ну, хотелось бы обратить внимание, что нам удалось несколько преломить ситуацию принятыми мерами прокурорского надзора и мерами реагирования. Доля впервые поставленных на учет, скажем так, наркоманов, она значительно снизилась. При этом количество несовершеннолетних в настоящее время фактически свинокнулю. Это, конечно, отрадно, но мы понимаем, что отталкиваться от этих чисел и говорить об абсолютно позитивной динамике нельзя. Работу в этом направлении надо продолжать. Она остается приоритетной в прокуратуре района. Вот вы сейчас поговорили о мерах, принимаемых прокуратурой Самарского района по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но я так понимаю, что прокуратура очень пристально следит как за сбытчиками наркотических средств, так и за их потребителями. Вот давайте сейчас поговорим о последних. Насколько пристальное внимание прокуратуры именно к потребителям наркотиков? Ну, здесь проблема такова, что грань между потребителем наркотиков и продавцом, она весьма иллюзорна. По нескольким причинам. Ну, во-первых, существует официальная статистика, которую провела Всемирная организация здравоохранения. И анализ показал, что среднестатистический потребитель наркотиков за период потребления им таковых вовлекает порядка семи человек. То есть идет принцип некой арифметической прогрессии, к сожалению. И, соответственно, чем большее количество мы пресечем потребителей на ранней стадии их употребления, тем в разы меньшее число в последующем наркозависимых мы получим. То есть здесь уже идет от обратного? Идет от обратного, совершенно верно. Так. Ну, во-вторых, надо понимать, что наркотики стоят немалых денег. Именно поэтому наркодельцы и занимаются их постоянным сбытом, совершенствуют способы и методы их распространения. Соответственно, если мы говорим о наркозависимых, то, как правило, они не обладают финансовыми ресурсами для того, чтобы покупать их напрямую, не говоря уже о несовершеннолетних. Здесь возникает простой алгоритм. Сегодня потребляешь, завтра продаешь. Попросту берут большую партию за меньшие деньги, расфасовывают на меньшее количество и, соответственно, сбывают за большие деньги. Появляется определенный преступный доход. Именно поэтому так важна именно практика раннего выявления наркозависимых. Поскольку, если мы говорим сегодня именно о потреблении, то это все-таки административная ответственность, какие-то штрафы. А если же мы уже будем говорить о сбытии, о продавцах наркотиков, то здесь предусмотрена самая суровая ответственность, которая в обязательном случае лишения свободы. Да. Что касается работы прокуратуры, вот вы затронули в начале вашего вопроса, какие принимаются меры. Ну, я хочу сказать, что первоочередно, конечно, координирующая роль прокуратуры, которая предусмотрена нашим руководящим документом. То есть это федеральным законом о прокуратуре. При планировании работы мы в обязательном порядке уделяем внимание пресечению, профилактике, выявлению наркопреступлений и правонарушений. Здесь, конечно же, первое – это привлечение к уголовной ответственности и выявление фактов сбыта наркотиков. Здесь я прошу прощения немножечко, да, хочу добавить, здесь никаких поблажек нет, если, допустим, человек в первый раз занимается сбытом наркотиков, да? Серьезный, просто это вот очень серьезный момент, очень серьезная ответственность. Я вот об этом хочу здесь сделать акцент. Вы очень правильно заметили, уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы, без каких-либо кроме ино, без исключения. Действительно, среди несовершеннолетних, и поскольку эта ситуация стоит весьма широко, учитывая их уязвимость, как ранее, так скажем, их, собственно, небольшой, незначительный жизненный опыт, для них предусмотрены уголовным кодексом Российской Федерации некоторые поблажки, но при этом наказание в любом случае – лишение свободы. И учитывая, что наказание в виде лишения свободы назначается за каждый факт сбыта наркотических средств, то по совокупности преступлений, даже для несовершеннолетнего, оно составляет порядка 10 лет лишения свободы, что, конечно, очень существенный срок. Это перемалывает последующую судьбу наших граждан. Продолжим о мерах. Какие принимает прокуратура? На постоянной работе проводятся рейды совместные с администрацией, с полицией по выявлению размещения трафаретной рекламы. Это, если вы, может быть, обращали внимание, на улицах нашего города возникают различного рода ссылки на интернет-ресурсы, которые, скажем, обычному жителю непонятны по своей сущности и содержанию, но фактически они адресуют нас на сайты, распространяющие наркотические средства. Так скажем, вот уже в текущем году такими совместными рейдами проводимыми нам удалось установить и устранить 74 факта размещения трафаретной рекламы. К слову скажу, как правило, лица привлекаются для размещения этой трафаретной рекламы как раз-таки тоже посредством сети интернет. И, как правило, это несовершеннолетние, поскольку работа, ну, скажем, незатруднительная и при этом несет какой-то доход. Ну, а если, как говорится, попался с поличным, это тоже будет ответственность, да? При нанесении вот в черте города такой рекламы. Разумеется, и мы активно работаем в этом направлении. Устанавливаются лица, они привлекаются к ответственности, установленной законом. И хочу обратить внимание, что каждый факт привлечения к ответственности, будь то административный или уголовный, он навсегда важится в досье гражданина. И, то есть, такие оправдания я не знал, я не понимал, что я делаю, меня просто попросили. То есть, здесь уже такие случаи не проходят. Да, конечно. Хорошо. Очень такой важный вопрос, и прошу вас на него ответить. Как же и где покупают наркотики, если это тем более несовершеннолетние? Здесь, наверное, надо немножко обратиться к природе потребления первоначально. Люди, к сожалению, не употребляют наркотики в одиночку. Здесь, если мы говорим в особенности несовершеннолетних, они подвергаются влиянию определенной субкультуры. Так скажем, плохие компании, как их еще уместно называть. Об этом прекрасно знают наркодельцы, и именно в такие разновозрастные компании внедряют свои, так скажем, корни, посредством которых за существенно низкую стоимость распространяют там первоначальные наркотики. Соответственно, один из молодых людей становится смекалистей других и начинает их продавать и распространять в учебных заведениях, в местах массового досуга. Вы знаете, сейчас огромное количество различных компьютерных клубов, которые, к сожалению, их посетители тоже не застрахованы. Конечно, все зависит от той сообразительности и тех привитых ориентиров, которыми руководствуется несовершеннолетняя повседневная жизнь. Но в целом нельзя исключать возможность передачи. Отдельное внимание и беспокойство вызывают технологии социальной инженерии, так называемые. Ну, попросту говоря, это мессенджеры. То есть сейчас огромное количество гаджетов. Они есть у всех и у каждого. У некоторых даже несколько различных технических приборов. И так вот, в различных мессенджерах производится вербовка подрастающего поколения, который предлагает им осуществлять продажу наркотических средств. Все это делается анонимно, с использованием криптокошельков, криптовалюты. И несовершеннолетние, вот в силу своего незначительного жизненного опыта, они предполагают, что такой способ получения и продажи наркотиков, он обеспечит их безнаказанность. Что никто не сможет отследить, откуда поступили денежные средства. А финансовая независимость, как правило, подростки, мне кажется, в первую очередь из-за этого начинают продавать наркотики. Да, отчасти. Но преимущественно изначально из-за употребления. То есть о финансовой независимости они начинают думать уже тогда, когда начинают понимать, что это несет какие-то там весомые финансовые доходы. Хотя, как показывает практика, все, что они получают, они и тратят на то же самое зелье. Да. Скажите, а какие сейчас самые типичные, если вы, конечно, все не озвучили, способы распространения наркотиков? Я спрашиваю только исключительно для пользы наших уважаемых телезрителей, потому что вдруг сталкивались дети, подростки, что-то, может быть, похожее приходилось слышать, видеть, ну и тем самым обезопасить своих детей? Конечно, это, как уже было сказано, вот право компании, еще сохраняется способ передачи из рук в руки, который преобладает как раз-таки через знакомых, вот, в местах массового скопления. Но гораздо шире и острее является проблема размещения их бесконтактным способом. Объясню причины, почему острее. За время своей преступной деятельности продавец, будь то несовершеннолетний или уже состоявшийся взрослый человек, успевает размещать множественные тайники и закладки, так называемые. Этому учат, этому есть непосредственные инструктажи в сети, интернет, как, где лучше, есть определенные условия, в каком районе там и разные другие. И так вот, при распространении таким образом наркотиков, который, кстати, очень выгоден наркодельцам, потому что они имеют неограниченные, можно сказать, возможности в реализации и соответствующих денежных доходов, в своих интересах, совершается ряд особо тяжких преступлений. Не редки случаи, когда, так скажем, наркозбытчика устанавливают уже там на 50-м или на 100-м случае размещения закладки. А в ходе расследования уголовного дела в любом случае всплывают все обстоятельства, предшествующие последнему размещению. Как правило, бывают такие случаи, что проводятся какие-то скрытные наблюдения, чтобы выйти уже на верхние ступени преступной иерархии. И еще в начале нашей передачи я отметил, что при таких условиях наказание назначается за каждое из преступлений. Соответственно, если мы имеем факт задержания и предшествующая история порядка 10-20 эпизодов, то по каждому уже назначается наказание. Помогают камеры, установленные в нашем городе, есть и программы еще и «Безопасный город», и сейчас у нас камер, ну где только нет, практически везде. Вот это помогает в расследованиях преступлений? Не просто помогает, это зачастую обезоруживает теневой бизнес, поскольку работа в этом направлении со стороны правоохранительных органов, она постоянно совершенствуется. Скажем так, наше государство не стоит на месте в методах и способах фиксации противоправной деятельности. Вот поделюсь с вами интересными обстоятельствами, ну, наверное, не все об этом знают, но в настоящее время проводится работа по подключению в единую сеть камер домофонов, камер заправок, торговых комплексов, и как бы мы стремимся к тому, чтобы сейчас все это на едином сервере аккумулировалось, для того, чтобы мы могли, но уже без проблем, выбирая необходимую зону фиксации, отслеживать действия, направленные на преступное распространение. Александр Игоревич, какая предусмотрена ответственность за совершение рассматриваемых преступлений? И скажите, вот мы говорили, да, о каких-то поблажках, вы сказали, что нет, но вот мне еще интересует вопрос, что означает склонение к потреблению наркотиков? – Ваш вопрос понятен. Ну, если мы говорим о типичном сбытии наркотиков, то наказание предусматривается от 10 и до 20 лет лишения свободы. Конечно, для несовершеннолетнего предусмотрены некоторые смягчающие обстоятельства, но мы понимаем прекрасно, что речь здесь ведется именно о коридоре от 10 до 20 лет. Поэтому не стоит рассчитывать на значительное снижение. То же самое касается и хранения. Может достигать наказание и 15 лет лишения свободы, в зависимости от того, сколько зелий обнаружено. – А есть ли какие-то, может быть, примеры в подтверждении ваших слов? Может быть, вы лично присутствовали, разбирали такое дело? Ну, вот просто наглядный пример. – Да, неоднократно в практике встречались такие ситуации. И вот последним примером может послужить уголовное дело, рассмотренное Федеральным судом Самарского района города Самары в отношении несовершеннолетнего, который на территории Самарского района осуществлял размещение тайниковых закладок. Несмотря на его несовершеннолетний возраст, несмотря на его важные характеристики и заверение о том, что это было впервые, больше такого не повторится, я все осознал. Ну, мы все прекрасно понимаем, психика надвамывается. – Конечно. – И у него, и у родителей, это слезы всегда. В конечном счете он получил 6 лет лишения свободы. Это очень серьезный срок, и, к сожалению, мы руководствуемся действующим законом. Хотя в его условиях совершеннолетний избытчик получил бы, я предполагаю, ну, все 14. – Скажите, а в основном, вот если мы сейчас говорим о сбытчиках, у несовершеннолетних, которые попадают под статьи и отбывают сроки, все-таки это неблагополучные семьи или это все-таки нормальные, социальные, здоровые семьи? – Нет, я понимаю ваш вопрос, совершенно необязательно. Это средство общества, здесь кто-то требует повышенного внимания. Вот, может быть, вполне благополучно обеспеченной семьей, у которого и личный карманный доход, может даже иной взрослой позавидовать. Но вот ему некой авторитетности не хватает. И вот за счет таких способов собственной популяризации он его наращивает. И можно вернуться к обратному, да, кто совсем ограничен там в денежных средствах, и вот таким образом он обеспечивает там свои какие-то непосредственные нужды. Поэтому нет. – То есть это еще и проблема родителей, воспитание, да, наверное. И здесь, ну, единственный совет – разговаривайте со своими детьми. Вот, кстати, вы посоветовали бы родителям просматривать детские телефоны, гаджеты, смотреть вообще, с кем они общаются? Потому что дети говорят, ну, это мое личное пространство, это моя свобода. Вот здесь как поступить? Либо это все индивидуально? – Обязательно. Не стоит, конечно, ну, как скажем вам так, варварски, да, относиться к личному пространству и использованию интернет-ресурсов, там, вырывать из рук, там, что-то. Но интересоваться, заглядывать, спрашивать, может быть, попросить, а покажи мне тоже, вместе давай посмотрим. Вот такими формами, конечно, следует, не следует пренебрегать, скажем. – Доверительные отношения с ребенком должны быть. – Очень важно, да. Я хотел бы вернуться еще. – Да, да, конечно. – Вы говорили, спрашивали, скажем, про факты склонения. Сейчас очень активная работа налажена по выявлению фактов склонения наркотических средств. И если раньше достаточно безинициативно правоохранители относились к выявлению таких преступлений, то на сегодняшний день это является приоритетом в нашей работе. Отдельно вот для родителей хотелось бы сказать, что следует понимать под фактами склонения к употреблению наркотических средств. Это любые формы предложений, это любые формы уговоров, это обман, да, там, попробуй юпи, а подсыпал, не поймешь, там, отраву. Это какие-то формы психического принуждения, обещания неземных удовольствий. Вот все это у нас относится к фактам склонения. При этом здесь совершенно неважно, употребил ли наркотическое вещество несовершеннолетний. Преступление считается оконченным. Поэтому если ваш ребенок обратился к вам и рассказал о таких случаях, то надо действовать немедленно. Надо обращаться в полицию, а еще лучше в прокуратуру, поскольку мы держим на особом контроле такого рода преступления, учитывая уязвимость социальной группы. Ну, то есть обратиться в прокуратуру с целью выявления, то есть рассказать о случае, произошедшем с ребенком, рассказать, кто предложил и так далее. Ну, вот расскажите всю эту цепочку действий, которые нужно пройти. А ведь многие боятся обращаться из-за этого, скажут, а может быть, нас обвинят, а не хотим мы в уголовном деле быть фигурантами. Ну, ведь такое же тоже, это чисто человеческое, мне кажется, вот такое вот отношение. Здесь нельзя доводить, я понимаю вопрос, ответственность, конечно, она пугает, но следует дифференцировать и подход к квалификации действий, поскольку если мы говорим о случае пресечения уже правоохранителями непосредственно преступной деятельности, то здесь никаких поплажек, к сожалению, не будет. Но всегда мы можем рассматривать добровольное сотрудничество со следствием при обращении в прокуратуру, может быть, в ходе личного приема к прокурору, рассказать о сважившей ситуации, мы выслушаем, мы примем меры, мы учтем эту добровольность и уже посоветуем, как лучше, соответственно, выйти из вашей ситуации. Что, говоря о фактах склонения, то здесь надо действовать весьма решительно, потому что, если мы вернемся к нашей статистике, да, то я уже озвучивал нелегкие случаи отравлений, к сожалению. И факты склонения, лицами склоняющими, они не единичны. Такие предложения поступают неограниченному кругу лиц. И у кого-то хватает, по-русски говоря, ума отказаться от этого предложения, а кому-то нет. И потом мы видим факты госпитализации в учреждении здравоохранения. Это что касается у нас обращения. А вот, кстати, если родители знают, что их ребенок, ну, может быть, уже за чертой совершеннолетия употребляет наркотики и ничего с этим делать не могут, и вот все-таки приходят, обращаются, просят помощи, у нас сейчас вообще принудительное лечение существует, если это к вам вопрос, конечно. Конечно, оно существует, оно применяется, но преимущественно при фактах выявления преступления для права отрушения. У меня есть другой совет. Конечно, нельзя относиться скептически, что, мол, пройдет само. Само не пройдет. Надо обращаться к специализированным специалистам, в специализированные учреждения, возможно, даже частного характера. Поскольку я понимаю обеспокоенность, которую может вызывать у наших граждан факты постановки на учет их ребенка, частные клиники дают, так скажем, поблажку в этом направлении. И при этом имеют грамотный подход к лечению свожившихся ситуаций и заболеванию самому. Следует обратиться непосредственно в прокуратуру, как я сказал, может быть, на личном приеме, потому что мы же понимаем прекрасно, что если гражданин употребляет, будь то несовершеннолетний, будь то уже взрослый состоявшийся человек, он же где-то это берет. И мы в обязательном порядке отрабатываем круг его, знакомств, отрабатываем способы получения зелья. Поэтому это будет действенный и эффективный метод. Ну что же, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, какой бы совет вы дали обеим сторонам, и подросткам, и родителям, вот все-таки как уберечь себя от этого действительно зла? Да, и ведь надо же помнить еще и о том, что ведь цена-то наркотикам – это жизнь. Конечно, я хотел бы обратиться первоочередно к родителям. Больше проводите времени с ребенком. Надо слышать и слушать его. Необходимо интересоваться его увлечениями, его друзьями, способами проведения досуга. Может быть, даже следует позвать домой друзей, вместе ездить на дачу. Понять, как они размышляют. Фильтровать друзей, которые, скажем так, не соответствуют возрастной группе несовершеннолетнего. Большой вопрос, что их связывает. Кроме того, конечно же, пропаганда здорового образа жизни, поощрение здорового образа жизни. У всех они могут быть разные, да, от конфеты и так далее. Примеры наглядные на себе, совместные занятия спортом, лыжи, походы, любые другие формы совместного досуга, которые будут искренний интерес к каждой стороне. Положительный пример, опять же. Да, положительный. Верьте в ребенка. Каждая его мечта может сбыться. Ему надо учить этому и доверять. Ну, соответственно, уделять больше внимания нравственному воспитанию. Может быть, даже видеоролик показать, да, какой-то, скажем, или документальный фильм о физиологических изменениях лица, употребляющего наркотики. Ну, и все-таки тревожным звоночком являются какие-то внешние изменения в ребенке. Потеря аппетита полная, например, да. Или же, наоборот, чрезмерный аппетит, покраснение глаз, нестандартная форма зрачка, неоприятность, отсутствие интереса к увлечениям. Все это может быть сигналом к действиям, которые надо незамедлительно предпринимать. Ну, а детям что? Единственное, хочу... В мире столько всего прекрасного, кроме наркотиков, действительно, да? Конечно. И не обязательно куда-то лететь далеко или ездить. Наш родной с вами край, он изобилирует огромным количеством интересных маршрутов и мест для посещения. Требуется увлечение и спортивные достижения. Как показывает практика, дисциплина и настойчивость. Они способны преодолеть любые преграды. Благодарю вас за очень интересную беседу. Самое главное, познавательную и поучительную. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме» Александр Игоревич Бахчев, заместитель прокурора Самарского района города Самары. Сегодня был гостем студии. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok